Я счастливцева Мария Георгиевна, старший тренер-преподаватель отделения спортивной аэробики ДСШ Воробьевы Горы. Детям нужно заниматься детским фитнесом для того, чтобы иметь хорошую фигуру, хорошую подготовку для будущего в жизни. Для того, чтобы придя затем в обыкновенную школу на уроках физкультуры не возникало никаких проблем, чтобы они имели хорошую осанку, нормальный мышечный тонус. Если они не захотят пойти профессионально заниматься спортом, они в дальнейшем уже привыкнут поддерживать хорошую форму, и это войдет в хорошую привычку. Поэтому на будущее для каждого ребенка это очень важно. Сейчас жизнь пошла такая, что очень мало детей нагружаются именно на улице. Раньше свободно дети могли выйти на улицу, самостоятельно погулять, поиграть, и это было неограниченное перемещение уже, наверное, с первого класса. Сейчас, на данный момент, первоклассников никоим образом одних на улицу не выпускают. Они самостоятельно начинают перемещаться, в лучшем случае, наверное, с класса шестого-седьмого. Ранее такие игры, как классики, скакалка, резиночка, вышибалы, любые игры с мячом, это не было в диковинку. Занимаясь хотя бы в зале три раза в неделю, дети привыкают к этой нагрузке и понимают, что потом, в будущем, им это нужно. И они, наверное, меньше потом проведут времени на улице и меньше, наверное, будут обращать внимание на негативное влияние улицы, которое сейчас у нас присутствует, и это никто не скрывает. В основном группы детского фитнеса набираются, наверное, где-то с 3,5 или 4 лет. Ранее занятия для маленьких совсем детей, это неосознанно, сложно понять, что от них хотят, поэтому это в основном будут, наверное, занятия вместе с родителями. Отдельно каждый ребенок самостоятельно. Вот из практики, наверное, лучше приводить в группу, если ребенок занимается отдельно, то где-то с 3,5 лет, не раньше. Каждое занятие проходит постепенно по маленьким маленьким ступенечкам, и постепенно ребенок привыкает к тем или иным упражнениям. Но за одно занятие нагрузку получают, наверное, где-то от 2 до 4 групп мышц и не более для такого маленького возраста. А в дальнейшем все остальные этапы данного урока или тренировки – это все-таки больше игровая часть. И в игровой форме тоже получает ребенок нагрузку, но он ее практически не замечает. Для поддержания в хорошей физической форме детей им необходима нагрузка минимально 3 раза в неделю. Нагрузка 2 раза в неделю, она, как правило, нелогична. Ее сложно распределить по дням недели, и сложно распределить упражнения равномерно, чтобы за месяц прошел нужный цикл упражнений для хорошей физической формы данного спортсмена. Как выбрать тренера? Это самый сложный вопрос, потому что первое – это нужно смотреть, как идет ребенок на контакт с тренером. Это основное. Если они друг друга поняли, есть взаимодействие, если в группе есть также, которая занимается, если в группе есть понимание друг друга, если дети подружились, то и работа пойдет хорошо. Далее надо смотреть на то, как тренер обращает внимание на предлагаемые упражнения и то, как выполняет ребенок эти упражнения. То есть, если предлагается заведомо сразу сложное упражнение без подготовительного этапа, то к такому тренеру, конечно, лучше не идти. Начинаем мы, как правило, с самых-самых простых упражнений и останавливаемся, если видно, что ребенок не берет эту нагрузку. То есть, надо либо заменить, либо перейти на ступеньку пониже, дать более простой или дать больше подготовительных упражнений. По поводу ЕГЭ и выхода на ЕГЭ каждого ребенка, это, конечно, должна быть подготовка изначально в семье. И спортсмены, не могу сказать, что все выходят прямо вот такие подготовленные, не боятся. Бороться с выходом на экзамен – это сложно. Также каждый спортсмен, все равно выходя на площадку, у него все равно существует какой-то порог стресса, то есть, побороть этот адреналин, который выплескивает, он все равно будет. Но те, которые занимаются спортом, они уже привыкли к этому моменту. То есть, они всю жизнь выходят на эту площадку, и для них это будет менее так вот шокирующе, то, что они получают всплеск этих эмоций, то, что они должны с ними справиться. То есть, это несколько будет для них проще, потому что это было не один раз. Занятия физической культуры и занятия в фитнес-клубах – это, во-первых, общение, это выход на публику, это все равно надо себя как-то показать. Соответственно, это дополнительно идет нагрузка на то, чтобы побороть стрессовое состояние. То есть, я должен сделать, я должен повторить и так далее, я должен соответствовать, то есть, я должен собраться. Придет подтянутая красивая девушка, либо молодой человек с хорошим дипломом на работу, и придет девушка, которая, ну, мягко говоря, немножко не соответствует общим стандартам. Кого возьмут на работу, кто будет более успешен, на кого обратят внимание. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ